Доброе утро! В Чебоксарах накануне завершилось первенство России среди юниоров и юниорок по гиревому спорту. В студии тренер спортивной сборной Югры по гиревому спорту Михаил Шпардко и мастер спорта России по гиревому спорту. Многократный победитель всероссийских соревнований, неоднократный призер первенства России, победитель и призер первенства мира, серебряный призер первенства Европы Наталья Можаева, город Сургут. Здравствуйте! Доброе утро! Доброе утро! Итак, какие результаты? С чем вернулись? С чем приехали? Мы приехали с первенства России среди юниоров, там я заняла третье место, теперь готовимся к следующим стартам. Итак, третье место. Давайте как тренер. Достаточно хорошие результаты, удовлетворительно, четверочка с минусом и так далее. Или все, что ниже первого, уже не результат? Четверочка. Не, ну, конечно же, первое место победители не судят. То есть, в первую очередь, выиграть это уже стопроцентный результат. Ну, на этих соревнованиях у нас была цель попасть в призеры, отобраться на первенство Европы, попасть в сборную, а там уже можно показать максимальный результат, и тогда уже победители точно не судят. Что дальше? Что вот сейчас? Сейчас у нас будет полуфинал России, это отбор на чемпионат России, после него будет этап Кубка мира, там в Казани основной старт у юниоров это первенство Европы на сегодняшний день и чемпионат Европы. То есть, пока мы готовимся туда. Это у нас 25-29 мая, это чемпионат Европы и первенство Европы в Казани. Ну, извечный вопрос, с кем соревнуетесь в первую очередь? В первую очередь, это, ну, страны Прибалтики, Казахстан, Украина, и там на сегодняшний день там очень близко к нам это Соединенные Штаты, Канада. Кого опасаетесь больше всего? Да, Наталья, кого опасаетесь? Есть саму себя, мне кажется, да? Больше всего опасаешь саму себя. Главное победить свой страх, свое волнение и преодолеть все невзгоды. То есть, все равно страх еще присутствует, да? Как ни странно, да, уже сколько лет выступаю, все равно, как будто, как в первый раз. Вот здесь все-таки, вот мы сейчас смотрим видео, что это гиревой спорт? Это физика, это техника. Это что-то невероятное. Потому что, ну, хрупкая девушка, да? Но сейчас взгляд, мы когда получили эти фотографии, думаю, вот это взгляд. Вот просто там нет никакой, просто одна злость и рвение к победе. Все-таки что это, техника или физика? Ну, конечно, в первую очередь, это технический вид. То есть, максимально, нам необходимо поднять максимальное количество раз за 10 минут. Поэтому, чем техничнее будем выполнять упражнения, тем легче для спортсмена это будет происходить. Наталья, почему вы решили пойти в этот спорт? Что вас заставило? Еще потише голоса, как женщина-женщина. Вы не могли открыть банк от огурцов, то вам было сложное. Что-то надо, надо что-то, надо какую-то силу добавить. На самом деле, это даже очень удачная фотография попалась. Обычно у меня после соревнования фотография, это просто ужас. Тут еще такая более-менее. Тут тренер был не злой в зале. Да, 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 да. Ну, а в этот спорт я пришла совсем случайно. Я просто решила подтянуть свои мышцы. И потом первое соревнование, первая победа. И пошло-поехало. Ну, это же, теперь это, я так понимаю, это образ жизни, это смысл жизни. Да, это уже, наверное, смысл жизни, без которого я не представляю, как я буду. Даже элементарно там неделю-две не позаниматься, если там какие-то проблемы с здоровьем. Все, уже хочется самой пойти в зал, поподнимать эти гири. Без этого уже никак. Ну, вот для всех тех, кто сейчас сидит дома с накрученным полотенцем на голове и говорит, я устала, потому что я пылесосила, я потом готовила, я потом вот ребенка вот так носила, я очень устала. Ты понимаешь, что тебя сейчас, по-моему, игры ненавидят уже. Да, для человека, который 24 килограмма поднимает на скорость, сколько нужно тренироваться? Вот, час, два, три, день? Ну, я думаю, у каждого индивидуальные тренировки должны быть. У меня, наверное, два часа. Слушайте, вы же, наверное, очень сильная, да, дома? То есть вам вообще не нужна мужская помощь? Как бы там передвинуть кровать и диван, тем самым там открыть там банки, что-то поднять? Нет, ну, это, конечно, нужна помощь. Ну, а так, в принципе, как на удивление, у меня руки очень слабые. Я не знаю, как я понимаю. Какое-то на удивление вот сейчас, после стольких-то регалий. Но, все-таки, наша сборная достаточно же, ну, сильная. Мы даем бой на России, мире и так далее. Нас боятся? Ну, последние пять лет, конечно, безусловно. Это главное что-то. Это, ну, очень долгий и кропотливый труд, да. То есть 10 лет мы шли к тому, чтобы, как сказать, быть в топе. Да, нас уважали, чтобы с нами считались, думали о том, что, а приедем мы на соревнования или нет, а в каком весе или нет. Ну, и ключевое, это, конечно, проведение соревнований на территории ХМАО. То есть мы регулярно их проводим, и к нам едут большое количество народов, потому что мы умеем проводить. Это тоже сыграло роль. Ну, что же, мы желаем спортивных успехов. Бистрам, конечно же, а я уверен, что они также присутствуют в жизни любого спортсмена. Ну, и поскорей увидеть соревнования по гиревому спорту здесь у нас в Ханты-Мансиске. Вам спасибо огромное, что заглянули к нам из города Сургута. Успехов, добра и, конечно же, счастья. С гостями прощаемся. Спасибо. С джинцем две, две с половиной минуты дождитесь.